Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как в домашних условиях простенько соорудить микроскоп с очень неплохим коэффициентом увеличения. Вот это старый советский лабораторный микроскоп. У него очень хорошие характеристики, но рассматривать с его помощью что-либо не совсем удобно. Поэтому я решил поначалу модифицировать его и вмонтировал в него веб-камеру, но это оказалось не так удобно. Поэтому давайте я расскажу, как обойтись без веб-камеры и микроскопа, и при этом получить хорошее увеличение прямо на экране планшета или смартфона. В моем распоряжении есть смартфон, планшет и несколько линз, об одной из которых я хочу рассказать подробнее. Вот эта вот линзочка, которую я держу сейчас в руках, вынута из старого CD-ROOM. Испробовав ее, я убедился или к удивлению обнаружил, что ее коэффициент усиления очень даже неплохой. То есть практически он равен коэффициенту усиления лабораторного микроскопа. Да, вы наверняка встречали в интернете ролики, когда с помощью небольшой линзы на смартфоне или телефоне делали подобные вещи. Но уверяю вас, то что сделал я, сделано гораздо проще, а свойства имеют гораздо более лучшие. На всякий случай, я соорудил сразу два микроскопа. Один из сотового телефона с помощью обычной линзы от фотоаппарата, так называемый фотоаппарат-мыльница. А второй микроскоп с более мощным коэффициентом усиления я сделал из планшета. Для крепления линз я использовал самую обыкновенную изоленту. Она хорошо прилипает к любым корпусам, при этом также хорошо от них отлипает и не портит их поверхность. Я отрезал небольшой кусочек, проделывал в нем отверстие так, чтобы линза могла выглядывать. И просто-напросто закрепил на изоленте линзочку. Я думаю, ни у кого из вас не возникнет трудностей, чтобы повторить такое действие. Кусочек скотча или изоленты, небольшое отверстие и вклеенная в него линза. Вот, собственно говоря, и весь крепеж. Теперь эту линзу легко можно прилепить хоть к сотовому телефону, хоть к смартфону, можно к планшету, ну или что у вас там есть под рукой в виде фотокамеры. Устройство уже готово. То есть мы уже получили самый натуральный электрический микроскоп, которым легко воспользоваться как в быту, так в лесу и в походе. Или же этот микроскоп может помочь вам читать мелкие тексты на бутылках или на ценниках. Все может быть. Ну а теперь давайте испытаем, как он будет действовать. Ну, как правило, используют какие-нибудь рисунки, бумажки. Я взял купюру 200 рублей и стал с помощью микроскопа средней мощности рассматривать ее рисунок. Как видите, совсем неплохо справляется. Ну, это как бы микроскоп среднего коэффициента усиления. Самое интересное впереди. Давайте попробуем с помощью планшетного микроскопа с мощной усиливающей линзой рассмотреть что-нибудь живое, какой-нибудь биологический объект. Я использовал для начала ту же купюру, а потом взял листочек картофеля. Рассматривать лист картофеля гораздо интереснее, чем тряпку или бумагу. Или даже ту же купюру в 200 рублей. На листочке картофеля можно увидеть множество ворсинок, которые состоят всего лишь из 3-4 клеток. При среднем увеличении мы видим ворс. А при крупном увеличении мы видим страшные трубы. А поверхность самого листочка выглядит бугристой, но это поверхность клеток. Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такие два микроскопа, которые изготовить можно буквально за минуту. Такие простые микроскопы для юных натуралистов будут весьма кстати. Ведь многие дети увлекаются рассматриванием того, что не видно невооруженным глазом. Кристалликов соли, сахара, ткани, бумаги, даже своих собственных игрушек. Очень интересно под микроскопом выглядят картошка, арбузы, срезы репчатого лука. Но все это вы можете сделать у себя дома самостоятельно. А на этом все. Пока!